всем привет меня зовут лидия и добро пожаловать на мой канал сегодня с вами распакуем подарочную коробку от списанки вот она вот такую коробку полную миниатюр можно было получить в подарок если вы на сайте списанке оформляли покупку на 175 фунтов по моему помню правильно а стоимость наполнения вот этого бокса чуть больше чем 300 фунтов поэтому если такое видео вам интересно то наливайте себе чаек кофеек ну а мы ныряем в нашу косметику всегда при такой распаковке наверное сначала покажу те средства которые я приобрела на 175 фунтов во-первых натуром вот такой гель для душа с гликолевой кислотой этот гель довольно таки популярен на просторах инстаграма или же ютуба это эксфолиирующий гель он должен кожу как бы увлажнять помочь нам бороться с куперозом но это химический пилинг как я поняла до этого мне им не приходилось пользоваться но я давно хотела попробовать и вот наконец-то звезды сошлись дальше я купила сыворотку в распылителе от косос эта сыворотка этой был бестселлер прошлого года ее просто расхватывали на тот момент когда ее только выпустили я пыталась какое-то время ее купить но постоянно не было в наличии потом я плюнула забыла а вы сейчас когда оформляла заказ то мне сайт подсунул что возможно вы хотите купить эту сыворотку я такая о конечно за это моя старая добрая хотелках за которые я так охотилась эта сыворотка должна увлажнять кожи также как-то нивелировать признаки стресса на коже а также бороться с покраснениями я надеюсь что так оно и будет и мне еще хочется чтобы она круто пахла но пока не знаю в пустых банках поподробнее расскажу о ней кстати здесь довольно таки щедрый размер 100 миллилитров надеюсь что она по на мне понравится и не зря я столько времени в свое время потратила на охоту за ней дальше я купила сыворотку для роста ресниц моя нынешняя сыворотка заканчивается я решила не приобретать такую же полная цена у нее около 60 фунтов в свое время я ее выловила на скидка всего лишь за сороковушку и вот я морально теперь не могу покупать ее за полную цену жду тоже скидок в данный момент скидки не намечается я как бы месяц пытаюсь выловить скидку время поджимает мой нынешний бутылек почти закончился но я больше не могла ждать поэтому приобрела вот такую от sweet она примерно тоже 40 фунтов вот этот бренд sweet мне нравится у него обалденные туши я надеюсь что и сыворотка для ресниц мне понравится кстати мне нравится их упаковки вот при очень красивый цвет это наверно один из моих любимых цветов жалко что мне он ужасно не подходит а я надеваю на себя одежду такого цвета простите за подробности но я становлюсь похожим на унитаз почему-то такая у меня ассоциация дальше я купила натуру и это их крем с пептидами ну пептиды как всегда это чудо средства которое должно бороться с состарением этот крем должен увлажнять увеличивать эластичность кожи тогда также идти и упругость и улучшать тон и текстуру кожаную я надеюсь так оно и будет этот натуру мне слишком дорогой бренд крем стоил 20 с чем-то но себя он зарекомендовал к как бренд производящий вполне действенные средства и я надеюсь что я не разочаруюсь в нем потому что вот сыворотка с неоциномидом от натуром которую я нашла в прошлом адвенция песен кей она просто божественная вот всегда хвалила сыворотку с неоциномидом от дениса гросса что она прям крутая круто работающая и вот знаете от натуром сыворотка не хуже а стоит она в три раза дешевле поэтому это был какой-то эффект фау для меня и я решила поближе познакомиться с этой маркой надеюсь она меня не подведет и последнее средство которое я приобретала это тача шикарство это дюйвы скин крем да это питательный крем я долго сомневалась какой крем купить вот этот фиолетовый или их голубую упаковку и все-таки решила купить их бестселлер лучше всего продаваемый продукт потом оформила заказ сразу пожалела что ли да что ты сделала лучше бы ты покупала крем подходящий для жирной кожи ну вот рискнула купила их питательный крем надеюсь что смогу сносить не разочаруюсь и не просто выкинула деньги в мусорник ну вот их упаковка вот это вот золотая ложечка это прям отдельный вид искусства надеюсь что он меня не подведет и я смогу им пользоваться хотя бы как ночным или же зимним кремом также они мне положили в подарок вот такой пробник это какие-то гели с шиммерами которые можно наносить как на лицо так и на тело во всех трех тонах ну что дальному коню в зубы не смотрят лишь поэтому попробую авось понравится на этом все больше ничего в заказе не было кроме подарочка и давайте сейчас приступим к главную часть этого видосика собственно поэтому мы все здесь и собрались открываем коробку и она полным полна различных миниатюр ну посмотрим что же здесь сразу хватаю старого знакомца это миниатюрка это миниатюрка бам-бам кремом по-моему этой бестселлер хороший крем который мне нравится который супер круто пахнет и я обязательно на лето стараюсь прихватить хоть одну бутылочку он превосходный дальше здесь скрывается миниатюрка от ултравиолетта и это их крем с спфом 50 и конечно же это спф защита также говорят что он хорошо себя ведет под макияжем так же он вроде бы должен осветлять кожу и и подпитывать вроде бы пахнет розы но я не уверена потому что таким кремом сама еще не пользуюсь что он подходит для сухой и нормальной кожи ну посмотрим у меня кожа склонна к жирности протестируем подойдет он мне или же все таки не очень здесь совершенно маленький размер 15 миллилитров но вот сейчас самое время пользоваться вот такими различными миниатюрами спфов и искать свой идеальнейший сэндскринг и дальше агустинус бадер но это не их знаменитый рич крем это та-да-да-да сыворотка здесь 7 миллилитров и к и так же как и крем стоит она как крыло ангела я этой сывороткой не пользовалась но производитель нам обещают что это легкая сыворотка что она увлажняет кожу увеличает ее эластичность разглаживает уплотняет кожу и в нее и даже есть спф фактор правда непонятно какой я надеюсь что она мне понравится и не будет слишком плотной так как вот их рич крем для меня не зашел он слишком жирный надеюсь что сыворотка нет не надеюсь что сыворотка понравится больше потому что если она мне понравится то мне придется ее покупать а покупать очень бьет по карману потому что 300 миллилитров стоит 295 фунтов как бы совсем немало ну ладно ну да ладно дальше хватаю праймер от милка это такой водянистый праймер мне им до этого не приходилось пользоваться надеюсь пара разирую тогда смогу о нём что-то более конкретно сказать на моей коже как бы про все праймеры работают одинаково ну нормально как бы поэтому в праймерах я не эксперт дальше моя любовная любовь дранки алифонс крем про тине он прям малюсенький здесь всего лишь пять миллилитров но какой этот крем крутой как я его обожаю он хорошо увлажняет кожу он чуть-чуть ее подпитывает но в то же время хорошо впитывается не оставляет никакого противного липкого налета и что я еще заметила на моем лице он кожу уплотняет он делает ее более упругой я его прямо таки обожаю если бы нужно было выбрать один крем на всю оставшуюся жизнь то большой шанс что это был бы про тине но правда мне еще один крем очень от полостью нравится поэтому выбирала бы между двумя теми кремами опять же шикаршество это сыворотка от штурм и это и ее glow drops 10 миллилитров и кстати вот такие 10 миллилитров продаются в магазине и стоит 45 фунтов но это сыворотка что делает увлажняет нашу кожу дает ей красивое приятное свечение в принципе да она это делает но стоит ли из-за нее платить 45 фунтов за 10 миллилитров я не знаю сильно сомневаюсь чтобы что я ее покупала бы за свои деньги но когда попадается в каком-то боксе я всегда безумно рада и с удовольствием извожу на себя дальше очередное роскошество это тоже сыворотка здесь 10 миллилитров и это сыворотка вот так выглядит упаковочка это сыворотка борется с пигментацией делает кожу более однородный дает ей свечение ее я не пробовала но стала отзывы на эту сыворотку много кто замечает что она все же плотновато и ее лучше использовать на ночь я очень рада этому продукту потому что бренд пока что для меня совершенно не знакомы это будет первое знакомство как известно расширять свой кругозор всегда полезно надеюсь что мне эта сыворотка понравится дальше увлажняющая сыворотка с витамином c от дениса гросса эта сыворотка увлажняет нашу кожу также кожу осветляет но это само собой понятно так как в ней заявлен витамин c также эта сыворотка должна восстанавливать кожный баланс она приятный гелевые консистенции по-моему эта штука должна очень хорошо зайти жирнокожиком таким как я кстати она чуть-чуть совершенно чуть-чуть пахнет вот эти вот витамином c вот есть такой вот запах бекона что меня удивило потому что когда я первый раз пользовалась этой сывороткой то надеялась что она будет пахнуть цитрусовым но нет дальше еще один продукт от дениса гросса это их крем из линейки альфа бета я из этой линейки нежно люблю их салфетки также мне нравится сыворотка с неоцинамидом шикарная я про не уже говорила в начале ролика и умывалка тоже очень хорошая но вот пока что еще не пользовалась кремом будет шанс попробовать здесь 7 миллилитров и да здесь есть кислоты по то поэтому происходит небольшое нежное отшелушивание по крайней мере так нам обещает производитель а также он это сыворотка должна увлажнять козу и вот эта вся линейка она направлена на уменьшение порнув поэтому и в креме заявлен такой эффект также производитель обещает что она должна защищать нашу кур наш кожный барьер но надеюсь так она и будет в принципе так как я люблю всю линейку я почти что уверена что и крем мне даже очень хорошо зайдет дальше старые знакомые это кодоливина в перфекта это а а сыворотка которая дает нашей коже свечение и какая же она крутая она реально дает кожи супер красивое свечение она увлажняет кожу она ее немного подпитывает притом не перегружает замечательно впитывается супер комфортная на лице в общем это любовная любовь и всем тем девушкам ну и парням которые не могут носить на себе сыворотки с витамином c по какой-либо причине могу рекомендовать вот эту штучку потому что но она бесподобная мне очень нравится еще один старый знакомый это санди райли и это их крем с витамином c здесь у нас восемь миллилитров это мой старый любимчик я на себя измазюкала уже не один пузырек подобные сыворотки полный размер сейчас у меня стоит в ванной комнате и я им с удовольствием пользуюсь пахнет он цитрусом прекрасная замечательная консистенция такого легкого крема который супер хорошо впитывается который дает увлажнение который дает кожу и свечение который реально хорошо борется с пигментацией в старое въевшиеся пигментное пятно он может осветлить но вряд ли уничтожит в ноль но какие-то шрамы или потемнение после окна и уберет если вы немного перегрелись на солнышке и у вас появилась свежатенько в виде пигментного пятна уберет супер комфортный единственный его минус он не дешевый но знаете для меня он своих денег стоит поэтому вот я сейчас пользуюсь этим кремом у меня в запасниках уже стоит очередная банка и вот эту штуку я с радостью измазюкую на себя возможно возьму в какое-нибудь путешествие чтобы не волочить большую банку дальше новинка слон с это их новая sleeping маска она пахнет пионами у нее весьма такой яркий аромат пионов у меня есть подобный пробник я им сейчас уже пользуюсь подождите я сейчас притащу открытую банку за одной из ванной комнаты притащила вот и все вот такой у меня сейчас размер здесь 30 миллилитров это не самый большой размер есть у них и 50 к по моему или 70 вот смотрите покажу вам консистенцию вот смотрите вот такая кремовая красивая пахнет цитрусом прям люкс и вот она растирается и все вот такое небольшое свечение появляется но здесь приятное увлажнение и вообще никакой липкости сплошной комфорт очень крутой крем прям обожаю его ладно вернемся клонишь видите у меня такой же маленький пробник поковка выглядит вот так откручиваю и вот здесь вот такая розоватая кашица в которой есть какие-то вот гранулы если видно видите точечки какие-то гранулы и вы наносите на кожу эти гранулы как бы пропадают очень приятное увлажнение прям супер крутое увлажнение как будто вы водой умылись пахнет пионом весьма яркий аромат пиона просто поэтому если подобные ароматы не ваша чашка чая то возможно вам нужно купить какую-то другую маску из серии lanesh круто увлажняет совершенно не подпитывает и дает коже красивое такое здоровое свечение но сухокожиком может не понравится потому что питание здесь совершенно ноль может не хватить даже для меня у меня кожа нормальная склонная к жирность она бы не подошла на зиму мне бы ее не хватило но на лето это то что доктор прописал она прям очень крутая так пойдем дальше дальше вот такой увлажняющий крем с потоном от лауры мерсье вот так он надеюсь видно вот так он выглядит мой в цвете 03 санбим называется скорее всего для меня он будет темноватый и это увлажнялка с цветом которая должна увлажнять нашу кожу производитель обещает увлажнения вплоть до 12 часов ну и давать нашей коже красивые бронзовые оттенок подобные штука я еще не пользовалась обещали что не липкий и никогда комендогенный посмотрим так летом но скорее всего для меня будет темновато прям здесь небольшой размер 3 миллилитра хватит чтобы попробовать но если что долго с продуктом который мне не подходит не застрянув тоже приятно дальше скинула и это светящийся праймер под макияж производитель нам обещает красивое свечение плюс он должен работать как затирка для пор также производитель прям разогнался с обещаниями и он прям обещает что он должен нам помочь еще в борьбе с морщинами и заломами посмотрим так ли это здесь 5 миллилитров надеюсь он мне понравится кстати то у нас уже второй праймер в эти коробочки первый был от кого первый был от milk вот не зря я праймеры не покупаю потому что различные рассылки неплохо меня ими снабжают дальше вот такая малышка от дерматологики и это пилинг с кислотами это кислотный пилинг который должен помогать нашей коже нежно отшелушиваться и восстанавливаться здесь 3 миллилитра наносите эту этот пилинг на кожу ждете от одной до трех минут и затем смываете подобным средством я еще не пользовалась но надеюсь что он мне понравится потому что вот такие химические пилинги я очень уважаю и на моей коже они хорошо работают дальше очередной spf 30 от маленького производитель нам обещает хорошую защиту от солнца хорошее увлажнение также говорит что он неплохо себя ведет под макияжем и кстати устойчивый к воде что для санскрина большущий плюс здесь конечно маленький размер всего лишь 5 миллилитров но попробовать будет интересно еще один санскрин ну на самом деле это по моему три в одном это санскрин праймер под макияж и увлажнялка с spf м тридцаткой надеюсь что производитель нам не врет он реально мне понравится здесь 7 миллилитров вообще эта коробочка щедра на санскрина но выдать потому что мы вступаем такой летнее солнечный период когда санскрины как никогда актуально кстати недавно вышел мой новый ролик про санскрины и если вы пропустили то сначала посмотрите это видео а потом переходите по ссылочке и посмотрите предыдущие видео возможно вам тоже понравится и будет интересным дальше очередная сыворотка стелла от стеллы маккартни это увлажняющая сыворотка которая тоже борется с признаками старения уплотняет нашу кожу борется с морщинами и также нам производитель обещает что она борется с темными кругами это же подумала что это сыворотка под глаза но нет она для всего лица там с такой большой бутылек 50 миллилитров но большой и дорогущий что они имеют ввиду под черными кругами я не вполне поняла возможно ее можно тоже под глаза наносить и тогда черные круги под глазами будет убрать не знаю подобные сывороткой я еще не пользовалась радостью и и попробую возможно нам не понравится дальше вот такая вот сыворотка от inis free я здесь у нас 15 миллилитров вот так это все выглядит кстати по моему вчера я на нее на полный размер заглядывалась на сайте думала нужно мне она или не нужно рада что не купила потому что вот сейчас будет возможность протестировать и понять стойшая ли вещь нужно в него инвестировать или же пропустим это гелеобразный крем который увлажняет кожу восстанавливает кожный барьер кожу осветляет у него такой немного светящийся финиш а надеюсь что вот келевая его текстура мне подойдет на лето что он будет не утяжелять мою кожу и возможно ее даже немного освежать вот так выглядит но я надеюсь что он мне понравится потому что тоже моя хотелка дальше вот такой увлажняющий крем виде интенс у него еще есть брат просто в синей упаковке тот не такой питающий вот этот более это более питательная версия это классический такой увлажняющий крем в нем 15 миллилитров хватит чтобы распробовать надеюсь он мне понравится вообще тула для меня новый бренд я пока что из ничего от него не пробовала у меня есть освежающий крем такой с холодинкой под глаза в запасниках и я хочу его начать использовать этим летом и возможно как пару к нему возьму и вот этот крем также старые знакомые аллоплекс реанимирует убитые сухие волосы наносим его на влажные волосы перед помывкой головы ходим где-то минут 10-15-20 я иногда хожу и несколько часов тогда а после этого моем голову как мы привыкли и у нас красивые освеженные блестящие волосы которые хорошо растут высосываются которые выглядят на 100 баллов это наверное мой самый любимый продукт из всей линейки аллоплекс нежно его люблю на себя извела уже миллион баночек покупала покупаю и буду покупать ну а такая малышка круто такую малышку круто брать в путешествие дальше this works и эта штука не на сыворотка или крем которая должна нам давать идеальные ноги я не знаю что она там должна нам давать но подобное средство у меня было было в пробнике пахнет странно непонятно чем не очень приятно она но такое ярко оранжевая и наверно по идее она должно давать нашим ногам красивые бронзовый финиш но в реале она дает оранжевый финиш она как бы втирается на коже не ощущается все нормально но если вы вспотели сели тогда вот эта вся оранжевость отжимается или же на одежде или на той мебели на которую вы сели ну такой весьма спорный продукт на любителя мне он вообще не зашел еще одна не смывашка для волос тоже вы работает на восстановление убитых ломких волос сам производитель нам обещает что улучшает эластичность волос восстанавливает волосы также убирает секущиеся кончики ну как убрать секущиеся кончики которые уже постеклись я не знаю также уменьшает ломкость волос я люблю этот бренд на мне он хорошо работает то что я из него пробовала работала просто люкс я надеюсь что и вот это вот восстанавливающее средство мне понравится 15 миллилитров также эмо харди это и гелевый крем с витамином c я рада что он гелевый надеюсь что он легкий 20 миллилитров и он должен вас увлажнять нашу кожу бороться с признаками старения и так как здесь есть витамин c и не ацинамид то наверное он работает на улучшение текстуры кожи также на улучшение внешнего вида кожи то есть дает свечение подобным кремом я не пользовалась но судя по описанию он должен мне подойти и понравится дальше скраб для лица этот бренд я вообще открыла в прошлом году и он знаете такой невзрачный у него такая довольно таки простая пластмассовая упаковка ну вот дизайн на упаковке не очень ну то есть там конечно круглая баночка но вот дизайн повторяется и я когда всегда проходила мимо этого бренда потому что он еще и не дешевый но в прошлом году и мои лапы попался небольшой пробник крема для глаз от него и это реально очень хорошие косметические средства они реально божественные жалко что дорогие поэтому скраб наверняка мне тоже понравится но он стоит в районе 60 фунтов за 100 миллилитров не помню но он дорогой поэтому если у вас лишние деньги есть то обратите внимание на этот бренд потому что вот реально делает очень хорошие рабочие средства мне прям очень нравится среднее средство это амика несмываемый кондиционер кондиционер от амики я люблю они хорошо увлажняют мои волосы хорошо их питают прекрасно пахнут и вот им такой красивый блеск в принципе мне нравится надеюсь что вот этот несмываемый кондиционер не станет исключением здесь 30 миллилитров и последнее средство которое скрывается здесь это ds андурга и это их аромат для автомобиля у меня был аромат для автомобиля но от этого бренда но в другом запахе держался довольно таки долго мне нравился к тому же у них такие довольно таки красивые минималистичные упаковки ароматов я вот открываю потому что сейчас никакого аромата в машине у меня нету я сразу его туда и понесу выглядит вот так повторяет упаковку непонятно чем пахнет то есть не передает упаковка аромата вот здесь тоже если потерешь ну какой-то травянистый приятный аромат я думаю что этот аромат ну для машины повторяю их просто аромат для людей я здесь где-нибудь поверху ноты парфюма да есть какая-то травянистый какая-то пряность вроде ничего повешу свою машину на этом все больше ничего в коробке нет она совершенно пустая но было довольно таки много миниатюр попробовать есть то есть то протестировать надеюсь что мне здесь все понравится уже это хорошая возможность познакомиться с большим количеством продуктов и потом бы рассказать вам потому что больше всего я люблю рассказывать собственного опыта по моему это самое полезное потому что про продукты в интернете вы можете почитать и сами а вот когда человек делится собственными впечатлениями собственным опытом то думаю что это более информативно поэтому пожалуйста поставьте пальчики вверх этому видео я думаю что оно было весьма полезным так что и также если вы смотрите мои видео и они вам нравятся то пожалуйста подпишитесь на канал подписка вам ничего не стоит но для меня она супер полезно мотивирует меня снимать больше роликов и тогда я понимаю что мои видео вам нравятся большое вам спасибо друзья и на этой ноте я с вами прощаюсь всем до новых встреч друзья пока пока